Это человек, который уже 18 лет живет на Бали и делает здесь бизнес успешный. Два с половиной года ведет бизнес на Бали, занимается строительством и продажей целых комплексов вилл. И он выступит на тему, как заработать 1 миллион долларов за месяц. Прошу приветствовать на сцене Сергей Домогацкий. Итак, друзья, здесь было очень много крутых спикеров. Сейчас еще после меня будет Андре Фрай, владелец парку Будда. Это просто мега мозг, мой партнер. Супер классный, супер крутой. И я вот слушал спикеров, которые были, достаточно поздно приехал, но я видел очень крутых людей. Людей, которые действительно знают что-то в своих нишах. Разбираются там, кто-то рестораны строит, кто-то комплексы такие, как парк, кто-то еще что-то создает. И они знают что-то о бизнесе. И знаете, у меня есть один маленький секрет, которым бы я хотел с вами поделиться. Ко мне частенько подходят и говорят, эй, типа урод, расскажи нам, как бизнес делать. Я в душе не знаю вообще. Тут была небольшая ошибочка. Я не 18 лет на Бали, я 18,5 лет делаю бизнес. И я правда в душе вообще не знаю, как сделать бизнес и как зарабатывать большие деньги. Но, не расходитесь, за эти 18,5 лет я сформировал определенную базу принципов, которых я придерживаюсь и которые помогают мне делать крутые бизнесы. И об этих принципах я хотел с вами, ну, хотел с вами поделиться ими. Потому что я считаю, что это, ну, действительно супер полезно. Мне нравится, знаете, когда вот, ну, человек не просто про себя рассказывает, какой он там молодец, какой он красавчик, какие он бизнесы делает. Это все очень хорошо, это все классно. Еще лучше, я считаю, просто высший пилотаж, когда ты даешь людям супер полезную информацию. Когда они посидели, потратили полчаса своей жизни, драгоценного своего времени, там кто-то еще деньги тратил, там бензин тратил для того, чтобы сюда приехать. И при этом он уходит отсюда и такой говорит, what the fuck, это было охренительно вообще. Вот я постараюсь сделать так, чтобы у вас было именно такое ощущение после этих 40 минут моего выступления. Кстати, будет 40 минут, я у Андрея забрал. Итак, тут троеточие. И это троеточие заключается в том, что я в душе не знаю, что делать. Я серьезно говорю, прям без прикола. Вот если ко мне кто-нибудь из вас подойдет и скажет, слушай, чудак, расскажи мне, что делать-то вообще, как денег-то больших заработать, я скажу, хер знает. Но принципы, которых я придерживаюсь, я общаюсь просто с большим количеством крутых предпринимателей, в том числе долларовые мультимиллионеры, миллиардеры из списка Forbes. И я у всех у них спрашиваю, а что делать-то, а есть какой-то секрет. Знаете, о чем мне все говорят вообще, абсолютно все, действительно крутые. Они говорят, блин, да мне просто повезло. Вот недавно, буквально несколько месяцев назад у Солонина из Forbes тоже спрашивал, говорю, Серег, расскажи какой-нибудь секрет у тебя там больше ста бизнесов, успешных бизнесов. Он говорит, блин, просто везет. И вот чтобы везло, нужно кое-что, ну кое-чего придерживаться. То есть начинаешь глубже копать и выясняешь, что в принципе многие люди там в той или иной степени придерживаются каких-то принципов, которые, кстати, у меня тоже есть. Итак, можно ли заработать один миллион долларов в месяц? Сейчас будет большое разочарование. Нихера невозможно заработать миллион долларов в месяц. Там те, кто хотят быстрых денег, летите в крипту нахрен, там или в казино, там, что в принципе одно и то же. Просаживайте там все, блин, продавайте квартиры, почки, там, собак. И просто все вкладывайте туда, возможно, повезет. Я видел пару чудаков, кому повезло. Там из тысячи пара. То есть конверсия там буквально 0,2%. Хотите рискнуть, окей. У меня есть один товарищ. Он, ну мы однажды сидим у меня дома, там сидит по краслам пас, который уже заработал миллион долларов. Я сижу там. Еще ребята сидят тоже такие, ну, тяжелые предприниматели. А этот, ну, как бы парень молодой, он уже там пару лет делает бизнес здесь на Бали. И он такой говорит, парни, короче, ну мы сидим, вино пьем, он такой до определенного градуса допился. И такой говорит, парни, расскажите мне, как лямбаксов сделать. Мне, мне типа скоро 24, я хочу лямбаксов. Я знаю, что я в 24 стану долларовым миллионером. Мне это приснилось еще в детстве. Мы с покрасом сидим такие, мы начинаем рассказывать там. Да это долго, это надо репутацию создавать. Это надо годами идти к этому, идти там и так далее. Я как бы дополняю рассказ Покраса там. Ну мы вместе говорим, в принципе, одно и то же. Он нас перебивает, говорит, короче, остановитесь. Я не хочу это слышать. Скажите мне, как за месяц лямбаксов сделать, суки. Вот если вы относитесь к таким людям, просто стирайте вот это ошибочное понимание, что миллион можно сделать за месяц. Это долгая, плодотворная работа. Эта работа обязательно себя окупит. Я вам даже больше скажу. Большинству людей, вот у которых, ну там, допустим, там цифра в доходе близка к нулю. Если им сейчас дать миллион долларов, они с ума сойдут. И я видел таких людей, кстати, вот как раз криптонов, который там сделал 10 миллионов долларов на крипте, с ума сошел. Я реально видел таких. У них просто башню сносит от чувства собственной значимости. Они начинают думать, что это они такие крутые, что это не им повезло, а все говно. А вот я самый крутой, и их прям начинают клинить, у них глаза вылетают, слюна течет от собственной крутости, представляете? Поэтому нужно идти степ-бай-степ, создавая компанию. А как создать крутую компанию, которая будет действительно работать годами и будет делать счастливыми большое количество людей, я сейчас расскажу. Первое. Масштаб. Если человек хочет добиться больших денег, то нужно сразу держать в голове мысль, что без масштабирования бизнеса, ну как бы очень вряд ли вы чего-либо добьетесь. Даже если вы продаете какие-то эксклюзивные часы за сотни тысяч долларов, все равно вам нужен масштаб, потому что если не масштабироваться, если не бомбить маркетинг по целым континентам, по целым странам, то вы будете продавать там одни часы раз в полгода, и в итоге вы такие пересчитали в конце года деньги, которые заработали, и думаете, what the fuck? Лучше бы я там, блин, на наемной работе бы работал, меньше риска, и все было бы классно в жизни. У кого, кстати говоря, давайте вот очень коротко, только, пожалуйста, максимальная вовлеченность. У кого уже есть бизнес? Мне просто для того, чтобы понимать, что больше раскрывать. А у кого нет бизнеса, кто хочет создать свой бизнес? 50 на 50. Буду работать на всех. Так что нужно всегда держать в голове тот факт, что без масштабирования больших денег не добиться. Масштабирование бывает нескольких видов, ну, как бы два основных. Интенсивный, экстенсивный. Короче говоря, если проще, то можно расти вширь, а можно, допустим, продавать франшизы и методом почкования размножаться. Ну, или открывать отделы в разных городах, или в разных районах, например, Бали. То есть изначально нужно держать в голове, что на одном каком-то, там, допустим, салоне красоты миллиончик заработать очень сложно. А теперь самое главное. У меня этого в презентации нет. Хотите, расскажу, как заработать миллиард долларов? Кто хочет? Тогда не буду рассказывать, слишком мало, короче. Маленькая вовлеченность. Я однажды задумался над этим вопросом, я такой думаю, блин, я вот тут что-то там размышляю о каких-то миллионах, а есть же чудаки, которые зарабатывают миллиарды. Есть же такие? Это было очень давно. Я тогда получил галочку ВКонтакте. Тогда еще такая социальная сеть была ВКонтакте. А тогда была только, галочка только у 80 человек была, даже у Павла Дурова не было. Я еще в списке верифицированных страниц стоял рядом с Ходорковским, я такой думал, блин, я хоть где-то рядом с Ходорковским. И я с этой галочкой начал писать, короче говоря, чудакам, у которых есть миллиард. И я говорю, слушай, а можно с тобой пообедать? Я могу прилететь в любую точку планеты и просто пообедать. И они, прикиньте, отвечают. Ну то есть видят галочку, ну я так понимаю, может из-за этого. И я начал к ним летать на обеды и начал с ними общаться и спрашивать, а как заработать миллиард? И мне один из них, самый первый, говорит, слушай, а заработать миллиард невозможно. Я говорю, what the fuck? Это был Сергей Ватутин, 1001 тур. Самая крупная сеть турагентств после Coral Travel, короче, в России он ее продал, стал миллиардером. Я говорю, Серега, какого хера? Бля, ну ты же как-то заработал. Он говорит, короче, миллиард делается только на капитализации бизнеса. То есть ты взращиваешь компанию, оценочная стоимость бизнеса, ну вот, например, там Телеграм, сейчас оценочная стоимость 17 миллиардов долларов. Это не значит, что у Дурова под подушкой или там под матрасом лежит 17 миллиардов долларов. Это просто стоимость его активов. То есть теоретически он сейчас может продать Телеграм за 17 ярдов. То же самое касается других бизнесов, других миллиардеров. То есть это люди, которые взращивают системную четкую компанию, которая настолько системна, что если вытащить оттуда собственника, вообще ничего не изменится. Я сейчас, кстати, об этом буду говорить. И такие компании, в принципе, теоретически интересны для продажи. Только так делается ярко. Я у всех спросил, все одно и то же сказали. Вот вам маленький чуткот. Можете сократить, короче говоря, мои изыскания в течение полугода. Я, кстати, рад, что я провел эти изыскания, познакомился с этими людьми, все еще с некоторыми общаемся, допустим, с Евгением Чичваркиным, еще с какими-то очень крутыми ребятами. Как-то иногда поддерживаем общение. Кстати говоря, всегда учитесь. Вообще супер, супер, мега инсайд, казалось бы, да? Сейчас кто-то может сказать, вон девчонка в телефоне сидит, она такая, what the fuck? Я и без тебя это знаю. На самом деле это ни хрена не очевидно. Вообще мало кто в своей нише развивается и учится. Я вот сейчас летал в Непал, там на Эверест поднимался, на обратном пути у меня была расклиматизация в Катманду, и я начал лазить по всем стройкам, я нашел, как штукатурят без маяков очень четко, качественно. Здесь, например, в Индонезии проблема с штукатуркой такая, что просто беда вообще, кровь из глаз идет у профессионалов, глядя на все это. Я нашел чудака, который умеет, я ему предложил к нам на Бали переехать на время, обучить наши бригады. Огонь! То есть, блин, я знаете, сколько уже строительством занимаюсь? С 2014 года. Я все равно продолжаю учиться, я все равно отдаю себе отчет, что я ни хера не знаю. Я отдаю себе отчет, что на определенном уровне есть какие-то другие люди, которые знают в 10 раз больше, чем я. Прикиньте? Почему нет? Если ты думаешь, что ты знаешь все, вот это вот самая большая ошибка. Все. Как бы ставь на себе крестик, ложись, отдыхай. Простите, поцелуй Эвереста. Все еще эхом отдается в моих легких. Еще в Непале там нашел, как опорные стены делать. Я здесь недавно для своего одного комплекса на Нусе Пениде заказал расчет опорных стен. Ну, там надо было просто, типа, земля неровная. Нужно было сделать подпорку, чтобы террасирование. Ну, как бы 20 метров, 20 на 6 метров стена. Знаете, сколько стоит? Как новая Феррари. Я такой, what the fuck вообще? Почему? Мы что, блин, в шаттл, что ли, в космос запускаем? Какая-то сраная стенка стоит, блин, как охренительный автомобиль. Там, блин, итальянцы 60 лет сидели, думали, как это сделать. Сделали нахрен. А тут сраная стена из камешков и бетона. Прикиньте? Я нашел в Непале точно такие же стены по характеристикам, еще даже круче. Там сейсмоактивность в Непале просто сумасшедшая. Их там так трясет, что дороги лопаются. Прикиньте, просто асфальт наслаивается. И при этом эти стены держатся. И стоят в 28 раз дешевле, чем здесь. Прикиньте? Постоянно изучайте, постоянно развивайтесь в своей теме. Глубже, глубже. Не важно, что сколько стоит. Вообще без разницы. Есть архитектурное бюро Нормана Фостера. Я познакомился с их работой. Это павильон Apple в Стамбуле. Это просто шедевр. Вообще это шедевр архитектуры. Я в душе не знаю, как они это сделали все. Где водостоки? Почему кровля вот такая тонкая? Там просто павильон размером вот с этого здания. А кровля вот такая тонкая. Я такой, что? Как такое возможно? Это что за инопланетяне строили? Я написал Норману Фостеру, я ему три раза писал. Я говорю, пожалуйста, можно просто вам кофе приносить? Я еще вам 100 тысяч долларов дам. Просто кофе буду носить. Вот прям еще ноги буду мыть и массаж делать. Просто я хочу быть рядом с вами в архитектурном бюро в вашем, в Лондоне. Он ответил, говорит, можно. Я сейчас делаю себе визу в Британию и осенью лечу в августе. Вкладывайте деньги, неважно, какие, в свое образование, потому что это потом окупится сторицей. Я тут еще буду говорить про конкурентов, но забегая вперед, могу сказать такую маленькую деталь. Если вы крутой в своей нише, у вас вообще нет конкурентов. Их просто нет. Вот вчера у меня Forbes здесь брали интервью и редактор или интервьюер, как их зовут, короче говоря, тетенька спрашивает, говорит, слушай, ты вот так рассказываешь, что так легко делать бизнес на Бали, так легко строить вилы, так легко деньги зарабатывать. Ты не боишься, что огромное количество сейчас русских посмотрят там и почитают в журнале Forbes твою статью и просто хлынут сюда все? Я говорю, нет, я не боюсь, потому что конкурентов ноль. Вообще просто нет. Хоть, может быть, приедут реально крутые ребята, хотя бы будет что-то интересное. Поэтому развиваться это вообще крайне важно. О, сама перелюстнулась. Офигеть, я как раз об этом разговаривал. Конкуренции нет, это чистая правда. Как сделать так, чтобы у вас был такой продукт, чтобы вы вообще не парились по поводу конкуренции? У кого есть какие-то мысли на этот счет? Давай. Только громко. Ты, ты, да. Зеленая ленточка. Да, да, парень в белой рубашке, зеленой ленточке. Ты же поднял руку. Нет? Передумал. Ну ладно. Есть у кого-то мысли, как создать такой продукт, чтобы вообще не париться о конкурентах? Очень громко. Делать качественно, но дешевле. Класс. Стать лучшим в своей нише. И то, и другое правильно. Но это всего лишь один элемент. Вот в этом и есть ошибка. Как делать такие продукты, которые просто летят как торпеда? Летят как самолеты на ультразвуковой скорости. Как сделать такой продукт? Давай. Несмотря ни на кого делать так, как чувствуешь. Тоже один из элементов. Окей. Но, смотрите, есть такое понятие конкурентный анализ. И я когда еще мелким был, там 17 лет читал книги, там конкурентный анализ, я такой думаю, что за говно? Деньги как делать? Мне деньги нужны. Нахер мне этот свод, гэп анализ. Нахер мне вся эта чепуха нужна. У кого-то были такие мысли, когда читали книги все эти? Писец вообще, да? Думаете, what the fuck? А потом я понял. Я повзрослел и понял, что это реально важно. Реально важно. Просто вот я, допустим, строю какой-то отельный комплекс, например, в Кентамане. Я неделю жил в Кентамане, во всех местах останавливался, где только можно. Там негде останавливаться, но я остановился везде, где только можно. И я посмотрел, что не так. Я пообщался с людьми, я пообщался с теми, кто там останавливается. Я говорю, эй, чудаки, расскажите мне, чего вам не хватает? Я интересовался здесь вообще проводить маркетинговый анализ в Индонезии. Проще простого. Ты приходишь на рецепцию, ну, допустим, я там строю комплексы. Я прихожу на рецепцию любого отеля, интересуюсь у индонезийца, а у вас сегодня какая загрузка? Они говорят, 98%. Я говорю, а вчера? Они говорят, вчера 100%. А позавчера? А месяц назад? И они мне сидят прям из CRM-ки, говорят цифры, я их записываю на диктофон. У нас в России за это бы уволили. Просто чудак слил мне всю вообще маркетинговую информацию по своему отелю. То есть здесь в Индонезии люди простые и настолько просто вообще доставать маркетинговую информацию, Так вот, собрали вы информацию, потом вы сидите на основе этой информации, вообще не пренебрегайте этим. Вы сейчас думаете, да, классно, этот урод какие-то правильные вещи говорит, а потом такие забыли и делаете что-то сами. Типа, ну, вот как молодой человек сказал очень правильно, типа, делай то, что нравится и похер на всех. Классный позишн, блин. Можно, можно шить, не, не, я ничего против не имею. Можно шить шарфики для собак, собаки же простужаются. Конверсия в продажу будет гарантирована ноль, но можно делать то, что нравится. Важно спрашивать у клиента, что ему нужно. Не просто из того, что есть, а вообще, что бы ты хотел еще. Потом, когда вы собрали этот пласт информации по конкурентам, по клиентам, сидите и думаете, как быть лучшим ни в одном, ни в цене, допустим, ни в качестве, а по четырем или по пяти параметрам. Вот когда вы по четырем или по пяти параметрам лучше, послушайте это писец, как важно вообще. Тот, кто сейчас в телефоне сидит, записывай же ты скорее. Красавчик. Вы понимаете, что это вообще писец, как важно? Кто сейчас понимает, что писец, как важно? Слава Аллаху. Хоть что-то, блин, хоть не зря здесь надрываюсь. Так вот, вот, вот это вот пятерочка там или четверочка, вот это самое важное. Как там юридическое сопровождение компании, как открыть компанию, как налоги платить, это все, блин, шелуха, это все пепел. Вот это самое главное. Как сделать так, чтобы ты по четырем или по пяти параметрам был лучше всех конкурентов. Цена, кстати говоря, далеко не первостепенно. Многие считают, что я сейчас начну демпинговать и у меня будет все ништяк. Я не демпингую вообще никого. У меня классные цены, я классно зарабатываю. Кстати говоря, по поводу низкой цены, я вам знаете, что скажу? Джек Май еще изрек классную цитату несколько лет назад. Самое сложное удовлетворить бедного клиента. Это люди, которые будут сверлить вам черепную коробку, потом будут вставлять туда такую тонкую-тонкую трубочку и через нее пить вам мозги. Кто сталкивался? Боль, да? У меня в России группа компаний, небольшая международная по строительству, мы выпускаем суперкрутые дома. Эти дома раньше стоили по 30, по 40 миллионов рублей. Мы сделали так, что они стоят 4 миллиона рублей. Суперкачество, качество лучше, чем у конкурентов. По всем вообще параметрам всех порвали просто. Самые авторитетные строительные институты подтвердили, что у нас самое крутое качество, самая крутая энергоэффективность, прикиньте. И все это стоит не 40 миллионов, а 4. Ну то есть мы просто вообще такой разнос устроили. Выросли, в итоге в 2018 году в 8 раз выросли. Стали третьей компанией по продаже фахверковых домов на планете Земля. Прикиньте, не в России, не в СНГ, а на планете. И как бы клиент, который покупает, ну у меня такое было всегда ощущение, что типа ты покупаешь в 10 раз дешевле, еще и в разы лучше. Должен быть ну как-то какое-то понимание, да. У меня недавно был клиент, который написал у себя в инстаграме, мне стеклопакеты на 2 недели задержали, за 4 миллиона купил дом, на 2 недели задержали стеклопакеты, а еще вот здесь трещинка на брусе, брус, как бы живой материал, который имеет динамические расширения в зависимости от влажности, то есть трещинка на брусе, прикиньте. он говорит, я ненавижу этих уродов вообще просто, я объявляю им информационную войну, я буду весь интернет заваливать отзывами и так далее, прикиньте. Я такой what the fuck, ты купил самый крутой вообще в мире продукт за 4 миллиона рублей, просто по цене однушки в Конаково нахрен, и ты еще решил уничтожить компанию, которая тебе сделала, создала этот продукт, мне так было прям неприятно вообще. Я таких уже видел несколько раз чудаков, которые просто... Здесь у меня есть клиенты, которые там по 400 тысяч долларов отдают за виллы. У меня есть один клиент, Костя, полтора миллиона долларов недавно просто перевел без договора вообще, несколько вилл сразу купил. Костя даже ни разу не спросил там, а что там, я ушел там на Эверест на месяц, нахрен, что там постройке, я там даже никакие отчеты не писал, у меня голова вот такая квадратная была, у меня там вообще не до этого было. Костя даже ни разу не пикнул вообще, и другие никто ничего не сказал, почему нет отчетов со стройки, хотя я в принципе вообще не должен их предоставлять, сказал в декабре будет построен комплекс, значит в декабре будет построен. И вот эти люди, которые отдают по 400 тысяч долларов, они почему-то самые приятные люди на свете. Мы с ними встречаемся в кафешках, мы с ними обнимаемся, мы там гуляем с их детьми, с ними как-то супер приятно. Запомните, пожалуйста, это. И если вы видите чудака, который не ценит то, что вы создали, вот эти вот там пять пунктов и самую еще и классную цену, например, там и так далее, если вы видите такого чудака, лучше скажите ему, братишка, слушай, у меня, короче, отличные для тебя новости, мы с тобой расстаемся. Если вы видите, что мозг клюет, как дятел, лучше расстаньтесь. У меня были случаи как раз в России, там строили одному чудаку дом, он как нам давай мозги сверлить. Я звоню, просто говорю, короче, ребят, разбирайте дом. И они просто взяли, разобрали, уехали, фундамент мы ему подарили. Бесплатно. Потому что проще этот фундамент там за 800 тысяч рублей заподарить, чем он потом нам столько мозгов сделает, что просто ну нафиг. Вот крайне рекомендую прислушаться к этой теме. Конечно, это не значит, что вы всех должны теперь нафиг посылать. Хотя у меня есть один такой товарищ, очень крутой предприниматель, если только ему кто-то начинает мозг клевать, хотя бы маленькая капелька мозгоклювства начала там покапывать, он такой сразу говорит, пошли нафиг и все. Это потрясающе. Я один раз присутствовал при таком диалоге, это было просто потрясающе. он говорит, не пошли нафиг, он говорит, по-другому, еще жестче, там с употреблением буквы Х в начале. Я такой, что? Клиент такой, не, 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 вы неправильно поняли, простите, простите, пожалуйста. Знаете, может, Алексей Земсков такой, кто-нибудь слышал такого? Вот это он, так разговаривать с клиентами вообще не мел. Просто вообще маньяк какой-то. Клиент потом ему полчаса просил прощения, чтобы остаться с ним. Потому что парень делает очень крутой продукт. Так, что-то там опять пролисталось. Кто там листает? Господа. А как назад сделать? Вижу. О. По поводу конкуренции. Смотрите, это мой комплекс Reflection Deep Sky в Кентамане. Я его строю для себя, просто для сдачи в аренду. Вот я проанализировал все, что есть в Кентамане, а там ни хрена вообще нет. Можно было просто построить что-нибудь и точно бы залетело. Вот прям сто пудов. Но если бы завтра Кемпинский бы решил открыть филиальчик в Кентамане, он бы меня отодрал бы так, как сейчас. Кто был вообще в Кемпинске? Были кто-нибудь? Рядом Хилтон стоит. Хилтон. Как это сказать? Как сказать соснул по-другому? А. Хилтон гигантский комплекс, просто гигантский, вообще со своим пляжем, дорогущая земля. Рядом Кемпинский открылся в Хилтоне и не души практически, но они бомжи остаются сейчас. Потому что Кемпинский создал действительно пушку, подводный ресторан, террасирование из этих вилл, зеленые кровли, потрясающий вид, там все классно. Ты ходишь и ты преисполняешься. Кто не был, обязательно съездите и посмотрите, как создают продукт, вот как раз там 4-5 из 5. И если бы Кемпинский открылся бы рядом с нами в Кентамане, мы бы вот это вот сделали, вот этот процесс сосательный. Поэтому мне не хотелось. Вот сейчас, если Кемпинский откроется, то они сделают это, а не мы. потому что наши виллы это реально будет, ну это просто супер пушка. Чтобы понимать, вот это стеклянная кровля, стеклянная кровля, вот это соединение стекол без стоек, без ригелей. Мы 3 месяца думали над тем, как соединить без стоек и без ригелей. Мне технические специалисты говорили, это невозможно. Я говорил, идите нахрен. Возможно все. В итоге, чтобы днем не было жарко, у нас нажимаешь на кнопочку возле кровати, у тебя кровля закрывается, стеклянная из черного стекла красивого кровля просто закрывается и у тебя комфортно на вилле. Мы такую пушку сделали, что мы еще не достроили комплекс. У нас уже в инстаграме 17 тысяч подписчиков. Reflection Deep Sky можете набрать в инстаграме. 17 тысяч подписчиков и архитекторы, дизайнеры, там индонезийцы какие-то богатые нам пишут просто нас реально все знают. Еще нихрена не сделали, уже все знают об этом комплексе. Меня люди на улице в Джакарте встречают и говорят, да магатский, Reflection Deep Sky индонезийцы, прикиньте. Я такой what the fuck, прикольно. То есть делать надо продукты как раз вне конкуренции. Вот это один из примеров. Я вообще не боюсь конкуренции, мне вообще плевать. Пусть что хотят рядом строят. Они даже побоятся, мне кажется. Дай бог. Это я на Nusa Penidi делаю тоже комплекс небольшой. Такой бутик-отель, комплекс виллы с девяти вилл и ресторан. И там очень жесткий уклон. И приняли решение, Андрей, кстати говоря, порекомендовал, говорит, запилите бассейн на крыше. Я говорю, прикольно. И назвал комплекс Reflection Heavens, потому что с определенного ракурса эти бассейны на крыше отражают небо. То есть отражение небес Reflection Heavens. Тоже очень классный проект, очень люблю его. И каждый свой новый проект, когда я разрабатываю как архитектор, хотя я на самом деле не архитектор, у меня вообще семь классов сельской школы образования. Я вообще не шучу ни разу. Я в восьмом классе бросил школу, у меня вообще нет никакого образования, даже ПТУ. И я как бы называю себя незаконно архитектором. И когда я разрабатываю новый проект, я сижу такой и думаю, так, у меня есть Reflection Deep Sky, у меня есть Reflection Heavens, у меня там 186 вилл в парку Буди продано, мы вот здесь вот сейчас все поля застраиваем. И я такой думаю, так, а что еще круче сделать? То есть каждый новый продукт должен быть круче, он не должен быть посредственностью. Если твой новый продукт посредственность, значит, ты просто теряешь время как творческий человек. Для меня бизнес – это творчество, для меня это не просто тупо зарабатывание денег. Для меня как для художника, для архитектора это такая самореализация. То есть если я протупил и сделал следующий проект более простым, так скажем, значит, я потерял время. Значит, я не сработал на свое имя и на свою репутацию, потому что со мной крупные девелоперы, инвесторы хотят работать, потому что я вот такие вот штуки делаю, потому что я люблю свое дело и это видно в моих продуктах, как я люблю свое дело и как я в него вкладываюсь. Я считаю, что для каждого из вас, не важно, чем вы занимаетесь, онлайн-школами, разведением той пуделей, кудряшками или ногтевым сервисом, не имеет значения. Важно любить свое дело. Девчонка, кстати, есть одна в Чангу, блин, как-то зовут не Агата, ногтями занимается, ее вообще все знают, так любят свое дело. Как зовут девчонку эту? Влада, во, охрене, пацан сказал, кстати. Я тоже делаю маникюр, братан. Привет, я первые два дня чувствую себя геем, потом привыкаю. Есть у тебя такое? Чувствуешь себя геем два дня? А, всегда чувствуешь? Блин. короче, делайте такой продукт, который лучше по всем параметрам, и у вас сто процентов не будет конкуренции. Ко мне вообще, когда кто-то приходит и говорит, слушай, скажи мне, что мне делать, у меня столько конкурентов. Я такой, что, блин? Где вы их вообще находите, конкурентов? Покажите мне хоть одного, блин, что происходит? Я реально не понимаю вообще это. Это как-то, знаете, за гранью какого-то мира. Это, знаете, блин, даже не знаю аналогию херстом. Бомбит. Два секрета роста. Возьмите чужую машину, сфоткайтесь и... Нет, я шучу. Короче, у меня есть наставник очень крутой, его зовут Илья, и он однажды мне сказал, короче, бро, ты много чего познал, и я сейчас тебе расскажу еще два секрета космического роста, которые тебе позволят просто вообще лететь, как торпеда вверх. Я говорю, давай. Какие? Он говорит, секрет номер один. 10% от того, что ты зарабатываешь, вне зависимости от того, сколько ты сейчас в моменте зарабатываешь, даже если ты в ГЭсте живешь там за 3 миллиона, все равно 10% возьми и отдай на благотворительность от своего чистого дохода. Я говорю, прикольно. Я отдаю, но далеко не 10%. Кто считает, что, типа, ну, когда у тебя там 10 миллионов рупий доход в месяц, очень тяжело отдать 10% на благотворительность. Кто считает? Давайте по чесноку, что, два человека, что ли? Если сейчас копнуть, то 99% так считает. Окей, кто считает, что вам тяжело сейчас отдать на благотворительность 10%? 10%? Знаете, как тяжело, когда ты зарабатываешь, допустим, 600 тысяч долларов в месяц? Золотые роликсы стоят 45 тысяч, а тебе надо 60 отдать на благотворительность. Ты такой думаешь, what the fuck? Это знаете, как тяжело? Это такой душевный надрыв. Вообще, просто взять и оторвать от своего дохода 60 тысяч долларов. А прикиньте, слава богу, мне посчастливилось заработать 3 миллиона долларов в месяц. 300 тысяч долларов, это ж куда ж их девать-то на благотворительность? Я к Салонину подхожу, говорю, Серега, слушай, тут проблема, 300 штук баксов надо на благотворительность, сотку я распихаю. Салонин говорит, вообще без проблем, давай мне, я все раскидаю в 5 сек. А хочется же, чтобы адресная помощь была, ну конкретная, то есть, чтобы ты знал точно, что пошло по, ну как бы, что дошло до адресата. Потому что, блин, нежелательно, когда ты отдаешь свои деньги от души в помощь людям и они не доходят. Кстати говоря, если кто-то из вас знает людей, у которых тяжелая ситуация, в которой вынуждены беженцы и у них прям, ну прям жесть, им некуда вернуться, потому что там просто труха, и у них здесь сейчас тяжелое положение, дайте им мой контакт, пожалуйста. Пускай мне напишут, я помогаю таким людям. Спасибо. Это был первый секрет. 10% на благотворительность. Второй секрет. Это касается парней. Потому что, ну бизнес, мне кажется, все равно все-таки больше такое мужское занятие. Девочкам надо очень аккуратно делать бизнес, чтобы у вас не отросли здесь, как это сказать, они вот. Да, о, бубенчики. Это очень сложно вообще сохранить вот этот баланс, выходите по тонкому льду, потому что вы до 40 лет делаете бизнес, а потом у вас уже вот такая вот походка, потому что невозможно вместить этот груз. и вы таки встречаете мужчину, он такой, блин, what the fuck? Как же ее обуздать-то с такими? Так что будьте осторожны. Так вот, второй супер секрет. У вас вероятнее всего есть женщина. И мужчины такие думают, так, я, короче, три года назад айфон 6s покупал, еще MacBook Air бэушный 2012 года. Я свой долг выполнил, вообще у меня баба заряжена. Урод, блин. Знаете, что мне сказал наставник? Трать денег столько на женщину, чтобы она вообще, чтобы она сияла, чтобы она радовалась. Покупай ей там сумки, покупай ей украшения, покупай ей классную одежду, покупай ей там туфельки Джимми Шу. Остального на ней не хочу. Короче, парни, это реально работает, я пробовал. Офигеть, сразу рост идет, потому что женщины это энергия, это как ядерный реактор, вы можете даже этого не чувствовать, у вас тут половители, ваши датчики могут быть поломаны, но женщина, когда в радости, когда она в отдавании, если это правильная женщина, потому что есть такие тушенки, которые валяются на диване, инстаграм листают, правильная, нормальная женщина в отдавании, она вас так заряжает, она вас так стимулирует, вы можете даже этого не замечать, даже если вы и так застимулированы и заряжены, но рост начинается просто космический, охренеть, я сам лично проверил, я у Андрея 10 минут взял кредита, так что все нормально, мы договорились с ним. Хотите, чтобы продолжил или закончить? Это запрещенный прием. Соцсети. Кто качает соцсети? Все? Вы что, охренели? Я что-то не пойму, вы спите или вы не качаете соцсети? Ну-ка давайте, кто качает соцсети? Короче, я встречаю иногда чудаков, которые делают бизнес без соцсетей. И я такой думаю, как вы вообще это делаете? Что с вами? Как-то же у вас еще и что-то делается? Вы там через тернии ползете, все обцарапываетесь, все в боли, в печали, каким-то образом у вас это получается. Соцсети, на мой взгляд, очень важны, причем для любого бизнеса. Я видел, как люди там песок продают через инстаграм, там какие-то фундаменты продают через ютуб, вообще просто шарашат как не в себя, плинтусы там продают, что только не продают, вообще просто качаете соцсети. Моя рекомендация, это субъективно очень круто работает ютуб, то есть я проводил прям аналитику, срезал прям все соцсети, у меня там на ютубе 350 тысяч подписчиков, там в инстаграме, там что-то 500 тысяч, вконтакте 500 тысяч, ну короче говоря, там в общей сложности где-то полтора миллиона собирается. Я вот брал все соцсети и смотрел, откуда больше всего именно покупателей, не просто подписчиков, а именно покупателей. ютуб просто 90%, охренеть как работает. То есть рассказывайте от души, там не берите эту дешманскую рекламу, там девчонки, не рекламируйте эти уродские кремчики, работайте на свою репутацию. Вот у меня в соцсетях никогда в жизни вообще не увидите никакой рекламы. Нахрен оно мне нужно вообще, это что такое? Я могу кому-нибудь, кого-нибудь там из друзей порекомендовать, там кто-то, например, кафешку классную сделал, я могу зайти и сказать, вот классная кафешка, не понравится, верну деньги, блин. Просто бесплатно от души могу так сделать. Или там чудак какой-нибудь сделал, там штатив какой-нибудь классный для телефона. Я могу сказать, реально классная штука, просто потому, что мне это нравится. Но коммерческая реклама, она очень сильно убивает репутацию. Очень важно выстраивать вот эту вот цепочку репутационную. Важно, чтобы вас, ваши подписчики ценили. У меня есть знакомая, у нее всего лишь, блин, сейчас я ее найду, у нее всего лишь 4 тысячи подписчиков. У нее капец, какая лояльная аудитория, ни одной рекламы. У нее сториз смотрит 3 тысячи человек, прикиньте, из 4 тысяч подписчиков 3 тысячи просмотров сториз. Что она там такого делает? Реально смотришь и не оторваться вообще. Наберите, если интересно, Полина Пузырная. Охренеть, как она ведет. Она психолог. У нее клиентов столько, что она не может переработать. Там просто какие-то сотни человек в очередях стоят. Я говорю, цену поднимай. Она подняла. Все равно, говорит, такая же очередь. Я говорю, еще поднимай. Вон она прячется с моей собакой. Вылазь сюда, покажись. Расскажи, что ты делаешь. Как можно. Выйди, что ты стесняешься? Покажись. 20 лет человеку. Инстаграм качает так, что я был на куче тренингов по Инстаграму. К Полинке, блин, заходите в инсту и просто делаете так же. Вот вам самый лучший тренинг по Инстаграму. Все, спасибо. Честно, я не знаю, как раскачивать соцсети. Делаешь просто от души, даешь максимально полезности. Вот то же самое, как ты пришел на конференцию. Кто-то пришел и рассказывает про свой продукт, рекламирует себя и говорит, какой он красавчик. А кто-то приходит и действительно дает крутые вещи. Вот сейчас Андре будет после меня. Охренеете вообще просто. Такой поток. Прикиньте, у человека, он долларовый мультимиллионер, то есть десятки миллионов долларов. И он сидит бесплатно, часами рассказывает о том, как делать бизнес людям, которые в принципе, ему это вообще нахрен не надо все. Представляете вообще, как люди пользу дают? Тот же самый принцип применяете в социальных сетях. Давайте максимально пользы бесплатно. Потом ваши клиенты скажут вам спасибо. Если у вас еще пока нет ниши и вы не знаете, что качать, просто качайте себя, просто личный бренд, просто рассказывайте про себя, рассказывайте, что вы мыслите, какие у вас инсайты были в жизни. Если вы думаете, что это никому не интересно, мне тоже кажется, что типа то, что я сейчас вам рассказываю, это же всем понятно. Да? Вот. Оказывается, нет. Поэтому качайте, рассказывайте. Самое крутое сейчас в наше время это личный бренд. Вы обратили внимание, еще лет 10 назад компании там Nike, Puma, Reebok, там различные там Oppo, Xiaomi, там и так далее, они начали не свой бренд рекламировать, они начали брать амбассадоров, то есть лица людей. А знаете, почему так происходит? Даже прикиньте, у Камчатки даже есть амбассадор, мой знакомый, известный фотограф, он амбассадор Камчатки, официально у него договор с правительством. Прикиньте? Почему? Нахрена о Камчатке нужно чье-то лицо? Нахрена там Xiaomi нужны чьи-то лица там или Nike? Это же супер бренд, потому что люди перестали верить брендам. Кто из вас постарше? Мы все помним эту скандальную историю из 90-х, когда все пили кофе, якобы, там, Нескафе, там еще какое-то, а потом по телевизору выходит реклама, тогда все смотрели телевизор, 100% людей на планете смотрели телевизор. Выходит реклама, типа, сервис банки Нескафе, три мембраны, отправь ее нам почтой, мы тебе обратно отправим крутую красную кружку. Тогда ни у кого не было красных кружек классных, вообще не было кружек, вообще 90-е это была печаль. И все такие думают, сука, я же все равно кофе пью, буду теперь Нескафе пить и мембраны эти отправлять. У меня все знакомые отправили, у вас тоже все знакомые отправили, даже если вы забыли, вы сами отправляли. Ни одному сраному человеку не пришла эта сраная кружка, прикиньте. Они кинули всю страну, уроды. Нестле, Нескафе, такой крупный бренд, просто обесценен. Потом со временем раз кинули, два, пять, десять, всех кидали. И у людей начало ассоциироваться слово маркетинг и слово реклама с лохотроном. Вы ведь наверняка где-нибудь читали там сообщения или вам приходили комментарии, а это реклама, а это лохотрон, ну типа это маркетинг. Они типа по контексту понятно, что они подразумевают, что типа лохотрон. Прикиньте, насколько вообще исказили вообще рекламу, бренд, насколько обосрали вообще все вот этими поступками, что они потом начали брать просто лица, потому что они поняли, что бренды не работают, они начали брать лица, начали брать амбассадоров. Поэтому качайте свое лицо, ваше лицо это самое крутое, что у вас есть. Вы можете сейчас заниматься ногтевым сервисом, а завтра недвижку в Дубае продавать. Ваше лицо остается, не имеет значения вообще, чем вы сейчас занимаетесь. Главное, там не только ногти фоткайте в инстаграм, или не только там виллы, там или дома, или там, если вы там, допустим, сервисом по сдаче автомобилей в аренду занимаетесь, не фотографируйте только автомобили, фоткайте еще и себя, потому что завтра сменили нишу, поудаляли эти фотки с автомобилями, вы остались. Классно, люди проходят в ленту, видят, что вы давно здесь, и что куча народу на вас подписана, и куча крутых постов. Я, кстати, недавно смекнул, оказывается, старые посты, там годичные или двухгодичные давности, крутые посты, которые залетали. Их можно копировать, заново размещать, те удалять. Я недавно так сделал, у меня 13 тысяч лайков набрал такой пост, я думаю, прикольно. Люди, потому что редко свайпают далеко-далеко вниз. Вот чья-то схема. Возьмите на заметку. Мы уже все тайминги просрочили, которые можно. У меня все согласовано. Это мой инстаграм, кстати говоря, можете посмотреть, кому интересно. Что, последнее рассказать? Что-то как-то очень тухло. Давайте. Про Эверест спрашивают. Блин, про Эверест не хочу рассказывать вообще. У меня что-то в этот раз, я второй раз сейчас был на Эвересте, и я такой думаю, what the fuck я здесь делаю вообще. Это смешанные очень чувства. Нет какого-то восторга. Короче, я понял одну важную штуку в жизни. Я хотел ее донести, хочется ее донести до максимального количества людей. я сейчас делаю тоже запись у себя в инстаграме, выложу в рилсах или как там это все называется. Короче говоря, деньги это не просто цифры на счетах или это не пачки у тебя в багажнике в машине. Это энергия. Я это понял абсолютно вообще четко. Я очень люблю деньги, я не стесняюсь этого. Я сохраняю как бы в душе баланс между духовностью и преисполнением в гранях. То есть я и океан люблю, и я при этом верующий человек, и я обожаю вообще финансовую свободу. То есть мне нравится сесть в самолет бизнес-классом, улететь в любую точку планеты прямо сейчас вот просто не думая. На всякий случай всегда с собой загранпаспорт держу. Мне нравится хорошо жить, мне нравится классно жить. Я презираю просто людей, которые говорят деньги это не мое, ты ничего не понял. Это может говорить человек, у которого есть деньги, у которого нет денег, он не имеет права это говорить. Так вот, в чем главная мысль была, главное понимание, что деньги это энергия, и это не просто слова. Смотрите, сейчас писец как будет важно, я понимаю, что вы все устали, там кто-то в телефоне, кто-то еще где-то, сейчас напрягитесь, писец как важно вообще. Знаете, почему есть огромное количество людей, у которых там шубохранилище, там, автопарки, там, из 20 автомобилей, типа, денег достигли и вот начинают там стяжать, стяжать, еще больше, больше, больше. Вы никогда не задавались вопросом, типа, где твои тормоза, парень, что с тобой не так, урод, там, даже десятой части или там сотой части от твоего состояния достаточно для того, чтобы быть предельно счастливым. Знаете, почему они несчастливы, почему они вот это вот все, вот это стяжанием этим занимаются? Они не чувствуют удовольствия от денег, они покупают, там, допустим, какой-то суперкар, там какой-нибудь Бугатти и не чувствуют кайфа. Они покупают там мороженое и кушают и, блин, не чувствуют кайфа, не чувствуют вкуса. Даже в Ветхом Завете было написано, дома из тесаных камней, а тогда тесанные камни это были самые топовые дома, дома из тесаных камней построите вы, но жить в них не будете. Виноградники сладкие взрослите, но вкуса от вина не будете чувствовать. Прикиньте, какая супер истина вообще там заложена в этих словах. Они едят и не чувствуют вкуса, они покупают самолеты, яхты и не чувствуют кайфа. А знаете, почему так? Потому что очень важно создавать такой продукт, от которого люди кайфуют. Если люди кайфуют от вашего продукта, если он честный, экологичный, если он приносит пользу людям, то ваши деньги заряжаются вот этой положительной энергией. То есть, человек вам отдает заряженные деньги, он счастлив от того, что он с вами в сделке, он счастлив от того, что он у вас купил. Это самое крутое вообще. То есть, у вас может быть немного денег, допустим, миллион долларов. Кто-то скажет, что, типа, дохера. Разлетается за три дня вообще. У меня рекорд был недавно. За несколько дней. Сергей, мы бы вас слушали. секунду. Один момент. Час, два. Так вот, и в итоге, если деньги заряжены энергией, то они приносят вам кучу радости. То есть, вам будет достаточно, допустим, миллиона. Если у вас деньги серенькие, они могут быть нейтральными, допустим, где-то на акциях или на крипте сделали, или они могут быть заряжены отрицательной энергией. У меня вот мой наставник, про которого рассказывал, он бывший следователь прокуратуры, и он рассказывал, что, говорит, я сколько расследовал людей, которые воруют огромные деньги. Он говорит, я вот сколько с ними общался, он говорит, деньги-то где? Они говорят, блин, не знаю, как песок сквозь пальцы все утекает. То их кидают, то машину разбили, там вилла сгорела, там еще что-то. Все как песок сквозь пальцы уходит. То есть, отрицательно заряженные плохие деньги, сделанные на плохой энергии, они улетают. Поэтому делайте хорошие деньги, крутой продукт, который на 5 из 5, делайте людей счастливыми, и с этими деньгами, которые вы получаете, вы будете максимально счастливы. Всем счастья и больших денег. АПЛОДИСМЕНТЫ